Вы в курсе, что весь прошлый год прошел под знаком реформы здравоохранения? Менялось много. И система финансирования, и правила, и стандарты оказания разных видов медицинской помощи. Изменения продолжатся и в 2016 году. Здравствуйте, я Инга Габеш и это программа «В курсе». Здесь мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Что меняется и как развиваются сочинские учреждения здравоохранения, мы узнаем из серии встреч с главными врачами местных больниц и поликлиник. А вот внедряются ли новые стандарты комфорта и ведется ли работа над уменьшением очередей, развиваются ли электронные сервисы в Адлерской поликлинике номер 2? Ответить на эти и другие вопросы мы попросим главного врача данного медучреждения, Давида Моисеева. Здравствуйте, Давид Иванесович. Здравствуйте, Инга. Поликлиника номер 2, старейшее амбулаторное учреждение в Адлерском районе, которому наверняка необходима модернизация была. Коснулась ли она вас? Да, модернизация коснулась нашей поликлиники. Действительно, Адлерская поликлиника, городская поликлиника 2, это одно из старейших амбулаторных учреждений города Сочи. Она обслуживает весь Адлерский район. Это более 110 тысяч населения Адлерского района. Ну и в частности всех приезжающих к нам гостей нашего курорта. Ведем активную работу по доступности услуг нашей поликлиники, в частности путем введения электронной записи на прием к врачу. Сейчас записаться на прием к врачу можно несколькими способами. Такими как запись в регистратуре при непосредственном посещении поликлиники, запись по телефону, запись через информат, находящийся в здании поликлиники, либо запись через интернет. Действительно, сегодня компьютер становится для врачей привычным помощником. Уже в десятках регионов результаты назначенных врачом анализов заносятся в электронную карту пациента автоматически. То есть не нужно ходить, бегать с бумажками. В Минздраве обещают, что в 2016 году информационный сервис будет доступен каждому седьмому врачу из десяти. Как смотрите на эту перспективу? Вы сказали, что у вас работают электронные очереди. Готовы ли все врачи перейти на этот уровень и перестать тратить чернила? Да, действительно, наши врачи уже готовы к этому. У нас уже активно внедрена в нашу работу работа медицинской информационной системы. В чем суть ее работы? Что каждый пациент, записываясь на прием, уже отображается у врача. То есть врач знает наперед всех тех пациентов, которые к нему придут, может уже подготовиться. Также все манипуляции, проведенные с этим пациентом, то есть осмотр, направление его на дополнительные методы обследования, на анализ крови, к дополнительным узким специалистам. Все это фиксируется в электронной системе, грубо говоря, в электронной карте. И уже узкий специалист все это может посмотреть, не открывая типичной бумажной карточки. А какие еще способы у вас работают по борьбе с очередями? По борьбе с очередями? Электронная очередь помогает? Она помогает частично. Мы сейчас ведем работу и с пациентами в частности, путем донесения им, что электронная очередь это что-то новое, и она уже работает. То есть есть еще остаются, скажем так, такие моменты, когда пациенты по старой памяти приходят и за значительно ранее назначенного времени, и подолгу сидят в коридорах, пытаются что-то уточнить в регистратуре. И это создает, скажем так, определенную очередность. Но если вы записаны на прием к врачу, у вас есть точная дата и время, то можно приходить непосредственно к этому времени, и в это время вас примет врач. Что с собой, в общем, представляет медицинская помощь второй поликлинике? Все ли направления у вас охвачены? Да, в нашей поликлинике первое, что надо сказать, это врачи-терапевты участковые. У нас сейчас достаточное количество врачей-терапевтов участковых для оказания медицинской помощи населению. У нас охвачены узкими специалистами основные направления, такие как кардиология, ревматология, гастроэнтерология. У нас проводятся такие методы обследования, как фиброгастроскопия, ультразвуковая диагностика, рентген-диагностика, узкое направление рентген-диагностики, такое как маммография, то есть очень важное в современном мире. Главный приоритет любого учреждения здравоохранения, разумеется, повышение качества медицинских услуг. Как ведется работа в этом направлении? За счет чего добиваетесь этих поставленных целей? Это тоже очень важное направление в нашей работе, которую мы не отставляем на второе место. Одно из направлений губернаторской деятельности – это благожелательность. И вот мы сейчас активно работаем в данном направлении. Так называемая клиентоориентированность – это программа инициирована губернатором Кубани, Министерством здравоохранения региона. Вот работает ли она? Разумеется, без конфликтов между врачом и пациентом, наверное, не обходится ни в одном учреждении. Вот вы тоже сталкивались. Работает ли эта программа? Программа эта работает. То есть, скажем так, выполняя большой спектр задач, решая эти задачи нами администраторами, главными врачами, мы иногда не успеваем, скажем так, своим взором обходить все моменты. И вот как раз-таки данная программа, нацеленная на выявление вот таких слабых наших мест, она нацелена не для какой-то статистики отчетности перед пациентами, что все хорошо, а именно нацелена для того, чтобы нам подсказать, где у нас есть слабые места, где у нас есть прорехи в нашей работе, на которые благодаря нашему административному ресурсу мы можем повлиять и это исправить. У нас постоянно проводятся сейчас тренинги с медицинским персоналом. То есть, постоянные встречи со всеми сотрудниками всех специальностей, как с врачами, так и с медицинскими сестрами, также с санитарочками, которые играют огромнейшую роль в работе поликлиники. Со всеми с ними мы беседуем, проводим аутотренинги. То есть, этому нужно учить? Благожелательности, клиентоориентированности? Нет, наверное, не учить, а просто дать вспомнить о том, что все-таки мы врачи, о том, что мы несем здоровье, то есть мы стоим на страже здоровья и пациент, приходя к нам, иногда услышав какое-то недоброе слово, какой-то недобрый взгляд, это может свести на нет все наше лечение. Поэтому мы активно работаем над этим. То есть, получается, власть региона правильный акцент все-таки сделали, да? Да. Именно на этой программе, от которой многое все-таки зависит. Действительно, губернатор нашего края, он действительно выбрал одно из таких правильных направлений, работу над благожелательностью, и мы его поддерживаем и активно работаем над этим. А следят ли врачи за тем, чтобы люди ответственно относились к своему здоровью? Говорят ли о необходимости прохождения диспансеризации? Да. С 2013 года восстановлено такое направление здравоохранения, как диспансеризация. Иными словами, профилактика, которая была забыта, но сейчас активно приходит движение. Диспансеризация – это очень важный момент, можно сказать, не только в системе здравоохранения, но и в жизни каждого человека. На что она нацелена? Диспансеризация нацелена на выявление, ранее выявление хронических заболеваний и факторов риска, способствующих их развитию. К данным заболеваниям относятся заболевания системы кровообращения, в частности, ишемическая болезнь сердца, злокачественное образование, хронические болезни легких, сахарный диабет. То есть, те заболевания, которыми обусловлено 75% смертности населения нашей страны. И ранее выявление факторов риска развития данных заболеваний, такие как повышение артериального давления, повышение сахара в крови, повышение уровня холестерина в крови, пагубное влияние употребления алкоголя, нерациональное питание, низкая физическая активность. Диспансеризация проводится в два основных этапа. Первый этап – это так называемый скрининг, когда консультации нескольких специальностей врачей и лабораторные обследования позволяют выявить признаки. То есть, не само заболевание, а признаки развития данных заболеваний, которые я указал выше, и факторы их развития. И если данные признаки выявлены, то пациент отправляется на второй этап диспансеризации, где уже более углубленное обследование, узкие специалисты консультируют его и выставляют точный диагноз. И по итогам диспансеризации формируются три группы населения, то есть по трём, а три группы состояния здоровья. Первая группа, когда не было выявлено ни признаков заболевания, ни факторов риска. Вторая группа, когда выявлены всё-таки факторы риска заболевания. И третья группа, когда выявлено и само заболевание, и факторы риска, способствующие развитию. И пациенту необходима уже узконаправленная медицинская помощь, и в том числе высокотехнологическая медицинская помощь. В том числе исходя из результатов диспансеризации, какой сегодня среднестатистический уровень здоровья Адлерца? Уровень здоровья Адлерца у нас достаточно хороший. То есть по сравнению с показателями города Адлерцы у нас сейчас самые здоровые. Ну, я, наверное, скажу не только за Адлерский, я, наверное, скажу по городу Сочи, что показатели, именно городские, они сейчас выше среднекраевых. В частности, показатель рождаемости мы впереди. В лидерах. В лидерах, да. Показатель неприятный, но он есть, показатель смертности у нас в городе Сочи, он один из самых низких по сравнению с среднекраевыми показателями. То есть уровень здоровья достаточно высок. А кто заботится о здоровье сельского населения, работают ли ФАПы? На фоне большого количества жителей, скажем так, центральных районов города Сочи, мы не забываем о состоянии здоровья жителей отдаленных участков города, в частности, далеких сел и поселков. Действительно, есть сеть фельдшерских и акушерских пунктов. В этом году планируется постройка офисов врачей общей практики в отдаленных селах. Все это направлено также на поддержание состояния здоровья жителей данных сел, то есть ранняя диагностика, выявление ранних признаков заболевания и направление уже к нам в поликлинику для более детального и узкого обследования. Как говорится, предупрежден, значит вооружен, да? Да, абсолютно верно. А мобильные бригады медицинской помощи выезжают в селы? Да, действительно, есть и такое направление нашей деятельности. Вот по итогам прошлого года было 54 выезда мобильных бригад в отдаленные участки нашего города. Было осмотрено более 9 тысяч жителей, у которых были выявлены различные заболевания, и из числа которых также были выявлены уже заболевания в более такой тяжелой степени. И по результатам данных выездов они все были направлены на специализированную медицинскую помощь. Это тоже в рамках губернаторской программы здоровья? Да. Она существует, работает? Она существует, она работает, и сказать, что о нас не знают в селах, это неправда. Это здорово. Среди направлений поликлиники номер 2 значится такое направление, как семейная медицина. Это как раньше было, один врач наблюдает за несколькими поколениями в семье. Мы привыкли, что подобные услуги обычно предлагают в коммерческих учреждениях медицинских. А что собой представляет семейная медицина в муниципальной поликлинике? У нас действительно есть сотрудники, которые, можно сказать, вырастили не одно поколение. Но это абсолютно не значит, что это какие-то уже очень взрослые врачи, которые не умеют работать с компьютером. То есть нет, это действительно врачи, которые активно внедрили в свою практику и работу с электронной системой, которую я говорил ранее, и которым по наследству приходят дети их пациентов, которые часто обращались. То есть это такой вот плюс, да, когда врач уже знает, может быть, генетику этой семьи легче, наверное, лечить? Да, да. То есть он знает уже предрасполагающие факторы риска различных заболеваний и уже старается, скажем так, на начальных этапах предупредить их развитие. Давид Иванович, а что можете сказать в общем о коллективе районной поликлиники? Есть ли приток молодых кадров? Да, вопрос интересный. Действительно, приток молодых кадров, он есть. Потому что основной, конечно, вопрос, который сейчас задают, это заработная плата. Но мы придерживаемся, скажем так, определенных критериев. Заработная плата у нас на должном уровне, и поэтому привлечь молодые кадры мы можем. В частности, такая работа, как обеспечение специалистов жильем, то есть которые работают в городе, тоже очень привлекательна для, скажем так, сотрудников, которые приезжают к нам из других регионов. Здорово. Было ли или планируется сокращение штата? Нет. Работы по сокращению штатов, по крайней мере, во второй городской поликлинике точно не планируется. А главврач — это всё-таки должность медицинская или всё-таки административная? Чем чаще приходится заниматься, какими вопросами? Здесь нет, наверное, такой чёткой грани разделения медицины и административной деятельности. То есть главный врач, он должен понимать все тонкости лечебного дела. То есть он должен не просто знать о них по книжке, он должен, скажем так, понимать, что это, как это. Ну и в частности, отрешаться иногда от этого, то есть уметь отключиться, скажем так, от всех данных мыслей и всё-таки… Заняться хозяйством. Да, заняться хозяйством. Поэтому главный врач, наверное, всё-таки это медицинский кадр, который умеет, как вы сказали, заняться хозяйством. Ну самое главное, что поликлиники, которые действительно первыми встречают пациентов, выявляют какие-то недуги, то есть всё держат руку на пульсе. Во всех поликлиниках, которые есть у нас в городе, работа нацелена как раз-таки на выявление, на раннее выявление различных заболеваний и уже направление в более узкоспециализированные медицинские организации нашего города. Ну и как-то подытожим, что и диспансеризация, и сельское население охвачено. Контроль ведётся? Да, контроль за состоянием здоровья ведётся. Активно просвещаем население в плане необходимости прохождения диспансеризации, потому что это очень важный момент в общей жизни. Причём прохождение профилактических осмотров и диспансеризации утверждено федеральным законом об охране здоровья граждан 323, в котором даже непосредственно работодатель должен предоставить возможность своему сотруднику пройти диспансеризацию либо профилактический осмотр. И ещё хотел бы обратиться к жителям нашего города, к нашим пациентам, что не занимайтесь самолечением при проявлении какого-либо заболевания, появлении какого-либо недуга. Обращайтесь к медицинским специалистам, которые окажут вам медицинскую помощь, подскажут, что необходимо сделать, куда обратиться при необходимости специализированной медицинской помощи. Обязательно проходите диспансеризацию и ведите активный образ жизни. Спасибо за совет. Давид Иванович, спасибо вам огромное за беседу и за исчерпывающие ответы. И на этом время нашей программы подошло к концу. Я с вами прощаюсь. Будьте в курсе всех городских событий. Всего вам самого доброго. Спасибо ещё раз. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова